Смотрите, какая благодать! Мы с вами, как в райском саду, основным плодом, если мы помним, да, из Библии в райском саде были яблоки. Это считается самый древний фрукт на земле, самый распространенный яблоневых садов, порядка 5 миллионов гектаров в общем на земле насаждений. Более 7 тысяч сортов, хотя в основном в продаже где-то 100-150 идет, и это самое древнее, самое распространенное и самое полезное для людей еда. Почему? Сейчас мы с вами и разберемся. Как я уже сказала, яблонь существует порядка 7 тысяч сортов, очень много дичек, дикорастущих, Но на самом деле сортов, которые мы можем купить, например, в магазинах про цветок, выбрать при помощи консультантов летние, осенние, зимние, крупноплодные, желтые, красные, зеленые яблоки, сочные, мясистые, сладкие, с кислинкой. Все это возможно, разобраться во всем этом достаточно непросто, но для этого у нас всегда есть консультанты нашего магазина про цветок, Они всегда вам помогут выбрать хорошие саженцы, посадить широкие колоновидные яблоньки, да, И потом уже через 3-5 лет, а то и раньше, некоторые саженцы уже привиты, начинают через полтора-два года давать урожай, Собирать яблоки и использовать их для своего здоровья. Что же такого чудесного и полезного в яблоках, что это самый древний, самый широко распространенный и самый полезный фрукт? Практически ни у кого на яблоке не бывает аллергия, если только на очень сладкие, искусственно выведенные сорта, там у диабетиков или у аллергетиков на сахар. Это фрукт, оптимально подобранный для нашего организма, очень красивый, очень сочный и очень полезный. В чем же его польза? Самое главное и самое первое, это далеко не железо и не витамин С, которые тоже в яблоках содержатся. Самое полезное это растворимая клетчатка, которая способна выводить все шлаки из нашего кишечника, которая способна очищать его стенки и которая способна таким образом оздоравливать наш организм. Если мы возьмем клетчатку, скажем, в виде отрубей из злаковых, она нерастворимая, она действует достаточно жестко и она забирает из организма воду. Если мы долго будем сидеть на диете, чтобы похудеть, уровень холестерина, например, снизить, давление убрать, стул наладить, все это делает яблоко и все это может попутно делать и отруби, например, злаковых. Но отруби злаковых при этом забирают из организма воду. Мы заметим, что у нас стала сохнуть кожа, могут начать трескаться кончики-уголочки пальчиков, появляться заяды в уголках рта, может сохнуть волосы. А вот яблоки, яблоки ничего этого не дают. Мы можем есть яблоки, мы можем пить яблоки, мы можем в любом виде ими пользоваться, при этом очищать организм и при этом не нарушать наш водно-липидный баланс. Это очень и очень важно. И вот это называется пектином, яблочным пектином. Как его сделать, как его получить, я вам сегодня расскажу. А пока еще немножечко о пользе яблок. Очень большое количество в яблоках железа. Мы знаем, что когда кислые дикие сорта яблока кусаешь, так что аж зубы вяжет. И яблоко тут же начинает белый скус, белый срез, начинает покрываться коричневеть. Почему? Потому что двухвалентное железо начинает окисляться кислородом воздуха и переходить в трехвалентное железо, которое мы можем видеть в виде ржавчины. Так вот, это двухвалентное железо, которое мы укусили и съели, оно у нас в организме усваивается, потому что двухвалентное железо в яблоках в самой высоко биоусвояемой форме. Усваивается и подымает гемоглобин, улучшает состав крови, помогает нашему румянцу, помогает нам жить. Ну и, разумеется, витамин С, органические кислоты, сахара, то, что укрепляет наш иммунитет, то, что делает яблоки вкусными. Но не будем же мы тоннами есть яблоки всю зиму. Как заготовить яблоки на зиму, чтобы они занимали мало места, были очень вкусными и очень полезными? Сейчас я вам расскажу. Яблоки при всем их вкусе и целебности, к сожалению, доступны нам не всегда круглогодично. Конечно, можно сходить в гипермаркет, там лежит много красивого, но насколько это полезно. Гораздо лучше взять наши, с нашей любимой дачи, яблоки, самые хорошие, самые эко-эко, и переработать их, заготовить так, чтобы они и повысили свою целебность, и повысили свою биодоступность, и были с нами круглогодично. Как это сделать, как это делаю я, сейчас вам расскажу. Что можно сделать самое простое? Посушить яблоки. Но и это тоже может быть для вас искусством. Что мы сделаем? Мы можем сделать вот такие вот яблочные чипсы. Сейчас есть специальные ножи для того, чтобы вынимать сердцевину яблока. Нарезаем тоненько и можно просто посушить. Можно посыпать их, например, сахаром и корицей, или же ванилином, или же пропитать сиропом топинамбура чуть-чуть, и, например, кокосовой стружкой. То есть тут уже на ваш вкус мы делаем и лекарства, и лакомства. Суперфуд, то, что называется еда со здоровительными свойствами. Для аллергиков мы это можем сделать из зеленых яблок. Для тех, кто любит сладенькое, мы можем это сделать из красных, сладких сортов яблок. То есть тут вы можете уже, что называется, на свой вкус и цвет делать. Вот удивительное дело, да, когда мы покупаем семена, там, кабачков, огурцов, яблок, нам кажется, что вот не хватит, сажаем побольше, да, бегаем 2-3 раза в тот же магазин про цветок, а потом оказывается, что не знаем, кому отдать, потому что много продукции, и не знаем, куда ее девать. Переработаем. Что мы можем еще сделать из яблок? Мы можем сделать из яблок пастилу. И тоже не обычную пастилу, а с очень крутыми оздоравливающими добавками. Берем обычные яблоки, чистим, сердиночки вынимаем, прокручиваем на мясорубке. А потом опять начинается творчество. Что мы можем сделать? Можем сделать, припарить это пюре, чтобы оно было мягким. Можно добавить в него ягод. По сезону какие тут ягоды у нас еще могут быть? Брусника, ежевика, может быть какая-то малина ремонтантная, клюквы немножко есть. У кого-то это может быть абрикосы. Для вкуса. И добавляем целебные травы. Какие? Веточки, которые подходят вашему здоровью. Если вас интересует противовирусное действие, иммуноукрепляющее действие для деток, например, мы собираем веточки. Шалфея, крапивы, тысячелистника, календулы. Если у кого-то есть, можно добавить порошочек листьев эвкалипта, ромашку, мяту, мелиссу и так далее и тому подобное. Понемножку, по паре, тройке веточек. И тоже это все прокручиваем на мясорубке в нашу общую пюреобразную массу. А потом это все с медом, если хотите, не хотите, с сахаром. Раскладываем на лоточки, сушим, нарезаем на ленточки. И вот такая целебная пастила вместо пастилок от кашля, вместо каких-то противовирусных рассасывающих таблеточек у нас на всю зиму лежит дома на полочке. Мы можем сделать еще более интересную вещь. Вот такие вот сушеные, прям подсушенные. Можно подсушить даже до какого-то такого кричневатого аж загара. Яблоки смолоть в порошок и получить яблочную муку. Вот эта вещь, это великолепный природный подсластитель для тех, кто не хочет... Как вкусненько. Для тех, кто не хочет, например, есть белый сахар, у кого на него аллергия, у кого не получается, например, пользоваться сахаром. Меня вот это коснулось после ковида, аллергия на сахар. Я делаю муку из яблок и подслащиваю ей кашу, творог, зеленые коктейли, смузи. Великолепно заходит. Что очень важно. Вот этот вот порошочек из сушеных яблок, он относится к самым биодоступным видам питания. То есть его можно и деткам, его можно и старикам, у кого проблемы с желудком, и людям, у которых там какие-то проблемы с пищеварением, он очень хорошо регулирует работу кишечника, слабит. Очень хорошо снижает уровень холестерина. Как я уже сказала, это является великолепным детоксикантом. То есть пектин собирает на себя токсины в просвете кишечника и выводит их из организма. И делается очень просто. Стоит очень дешево. На своей даче вы берете это и делаете. Элементарно. Причем у кого нет таких вот, скажем, сушилок, у меня большая электрическая сушилка. А можно купить такие сетки, называемые сушилкой для рыбы, и там досушить. А у кого-то есть, например, печка. Можно на печке в деревне досушить. Но вот эта вот мука, она занимает очень мало места. Вот сюда входит полкилограмма яблок. Она хранится всю зиму в плотно закрытых банках и занимает совершенно немного места. Видите, что можно сделать из наших любимых яблок. Это помимо варенья, повидлы, компотов. Вот это вот все вы можете потом, например, этот порошок яблочный добавлять в чаи, из трав, травяные сборы, как подсластитель. Или заваривать как чай. В деревнях, где я собирала у старожилов рецепты, народные медицины, очень часто они именно из поджаренных на печке яблок, сушеных, зимой заваривали чай с листочками смородины. Видите, все гениальное, просто, доступно. Берите и делайте. Еще больше рецептов в фитошколе Дивея, еще больше саженцев и возможностей быть здоровыми в магазинах про цветок. Главное, действуйте и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok